Всем привет! Сегодня у нас видео-болталка, будут рассуждения определенные. Вы сказали, что вам такие видео очень нравятся, мне это блестит и приятно. Поэтому я не оставляю вас без информации, сегодня будем беседовать. Я буду делиться своим мнением, переживаниями и вообще бурю эмоций я испытала. Я думаю, что здесь еще вопрос о психологии, канал на этом специализируется, поэтому нельзя обойти эту тему стороной. Как все знаете, новость последней недели, что скопинский маньяк вышел на свободу и Собчак взяла у него интервью. Сама новость о том, что маньяк вышел бы, я думаю, не привлекла особо много внимания, но привлекло до самого еще интервью, его публикации, такая информация, что Собчак заплатила маньяку за это миллион рублей, когда, кстати, отмечу, что одна из жертв вообще на контакт ни на какой не выходит и за любые возможные деньги не соглашается. Вторая девушка, она идет на интервью, она написала книгу, деньги, как я поняла, она за это особо не берет, но если не такие суммы, это окей. Но я считаю, что она делает, сразу скажу, правильно, потому что об этом нужно говорить, предупреждать и, скажем так, непонятно, почему она это делает, я ее не осуждаю, я ее даже поддерживаю. Это определенный момент терапии, она так излечивается, своей огромной, вообще просто, я даже не могу психотравмой, это психокатастрофа, поломанная жизнь. И находить смелость еще показывать свое лицо при этом, живя в небольшом населенном пункте каком-то, да, ну не в маленьком городе, об этом смело говорить, это человек большого мужества. Во-первых, что он пережил, да, и как сейчас с этим еще и борется, помогая другим людям. Кто не знает, что это за история была, с 2000 года по 2004, конца 2000 года, этот тихоня маньяк удерживал у себя дома, специально построенном в бункере, который он строил 4 года у себя под гаражом, двух девушек, которых он, скажем так, поймал на улице, если так можно выразиться, да, то есть подснял их, так назовем, и удерживал их силой, они там жили, они не выходили фактически на свободу, и он их насиловал все эти годы, и одна девушка рожала ему детей, их было три у нее беременности, и поняла, что двое детей выжило, один неизвестно, где о нем ничего не говорят, но беременности было три. А вот, и вот эта девушка и не выходит ни с кем на контакт, это и понятно, почему, да, но лично мое отношение, когда это страшилка моего детства, я бы так сказала, это та история, если кто в России живет, мои ровесники, или кто постарше, я думаю, все помните о том, как это на телевидении обсуждалось, какой-то был резонанс, это реально была страшилка того времени, что такое может быть, что он построил специально бункер, заведомо понимать, он планировал это, черт побери, и он просто только их не убил, хотя в интервью Собчак он говорил о том, что у него такие мысли были, и попытка, он пришелся шнуром гельевым задушить, эту девушку была, но настолько слабохарактерно, он не смог этого сделать, но что вот если бы в его заболевании оно бы не имело немножко другой характер, другая у него там сила воли была, и такой он был слабый, он бы это сделал, а где гарантирует, что он бы других не убивал потом, с тобой серийным маньяком и убийцей, как Чикатило бы, он бы просто там до свидания вообще, что такие зверства он творил, и это была такая страшилка, вот эта история, кто этого не помнит, и девчонки помоложе, кто канал смотрит, я вот помню, как это суд был, на телевидении обсуждали, после этого родители там, детей своих, девочек из дома не выпускали, напомню, он тогда поймал их несовершеннолетними, одной было 17 лет, а второй что-то в районе 14, то есть они вообще малолетки были, в общем, про само интервью, почему оно такой резонанс произвело, потому что возникает очень много вопросов различных, как к самой Собчак, к самому интервью, к этому маньяку, какие темы нашего общества в нем затрагиваются, я смотрела, вот так, я не могла сказать, открывая рот, когда я показывала, муж мне говорит, что ты такой, говорит, там смотришь у себя на компьютере, я говорю, я тебе такое расскажу, я сказала эту историю, и он мне вообще сказал, как он вообще вышел на свободу, в Турцию в тюрьме, и он бы не вышел, он бы умер своей, типа, смертью, в ближайшие, там, несколько лет, такого бы не выпустили, у нас такие не выходят, насильники, детей, педофилы, и так далее, серийные вот эти такие маньяки, кто такое творит, это невозможно, а его держали, они, кстати, специализированы для именно таких, в специальном отделении, специальной колонии, Ка, слава богу, делает проверку этого интервью, если угроза в этом интервью, почему оно вообще дошло до такого уровня, это обсуждается, не этические моральные нормы, о том, что это сволочь, в интервью, когда там говорили о том, что одна из девушек, которая не уходит на контакт, она в итоге так и не смогла никогда родить больше детей, блин, он искалечил не только физически, морально жизни этих двух девушек, и сейчас кто-то может сказать, да, они сами виноваты, не надо было к нему ночью в машину садиться, чтобы подвезли, и так далее, вы не имеете права судить этих жертв, вы можете каждой оказаться, понимаете, маньяки, они могут быть разными, и мы с вами, идя по улице, выйдясь со своим ребенком, вы можете оказаться на пути у маньяка, которого вот сейчас весна, например, помутнение рассудка, он с ножом нападет на вас и зарежет вас, вы умрете, и что надо сказать тогда, ты не там шел, не в том месте, не в то время, ты сам виноват? Нет, это так не работает, к сожалению, так вот про эту историю девочек, девочка не может забеременеть, надо ей в этом помочь, это же прямая угроза, завершить это до конца, со мной она могла рожать от меня, а после меня нет, я такой идеальный, хороший, какой кошмар вообще, мне когда в детстве казалось, 17 лет срок ему дает, это так много, мы никогда о нем больше не услышим, и я, честно говоря, я уже тогда слышала и понимала, разговоры такие были, да у нас тюрьмы никогда не выйдет, его там просто убьют, таких там даже не терпят, но нет, видите, как вышел с почестями огромными, еще ему деньги за это платят, он звезда теперь у нас, его везде показывают, совсем интересуются, и вопрос к правосудию, а почему ему дали 17 лет, жертва девушка там правильно поднимает вопрос, он фиксировал количество раз, сколько он их насиловал, и на каждую вышло около тысячи раз, каждый день, 4 года, он вздевался над ними, так пусть ему присудят срок, за каждое изнасилование по статье, почему ему дали 17 лет, они несовершеннолетние были, я считаю, что его нужно было поместить на пожизненное однозначно, не смертная кость, а пожизненное, я не против, чтобы налоги сейчас тратились на то, чтобы, да, его содержать, но чтобы он не составлял угрозу обществу, когда он вышел на свободу, детям вокруг, мало кто на это делает, упор говорит, девушки, девочки, они были несовершеннолетними, он априори поднимает руку, издевается над слабыми, это все в интервью видно, это готовый педофил, это мое суждение, я так скажу, оценочное суждение, мой вывод какой-то, как психолога, я в нем вижу огромный потенциал не только человека, который не справился, который, блин, планирует дальше все это делать, черт побери, и знаете, что ужасно, я не хочу, чтобы ему приставляли охрану, 24 на 7 возле его дома дежурит охрана, чтобы никто не пришел, его защищают от людей, чтобы ему самосуд никто не устроил, пусть его кормят, пусть его лечат, самое интересное, что он вышел со справкой из колонии, где написали, что он не перевоспитался, взгляды свои не переменил, спасибо Пушкина и Оксане за то, что она вообще этот запрос депутатский сделала, что Ска его проверяют, дай бог его обратно упекут, нельзя это делать, нельзя этих людей выпускать, да, это больные люди, но они должны содержаться в определенных условиях и быть под контролем, в наших законах, вот мой вопрос к государству, нет закона, как в других странах, о неприближении, их запрет приближения к жертве, потому что люди, которые сидели именно по делам педофилов во многих странах, они под контролем, когда у него Собчак спрашивает, как вы думаете сейчас заводить, типа, отношения, кто с вами будет, а он, знаете, что говорит, у меня очень хороший сексуальный потенциал, есть же сумасшедшие всякие бабы, которые такого и любят, я буду говорить, что я маньяк, я этим и притягиваю, на меня найдется, спрос будет на меня, что тут вообще можно добавить, я просто, я это смотрела, я не знаю, мне был просто шок это слышать, а теперь про вопросы вообще этичности, можно ли брать интервью у маньяка, как журналистика, да, я считаю, можно, каждый человек имеет право голоса, очень много видео про всяких маньяков, которые сидят в тюрьмах, про серийных, там, убийц различных, во многих странах, есть такая же, да, программа, на ютюбе можете посмотреть, эти иностранные программы, где интервью именно у маньяков, рассказывают про их убийство, это страшно, но мы делаем выбор, да, смотреть это или нет, я считаю, это полезно, для некоторых, у кого психика к этому готова, это учит предостерегаться таких людей, в журналистской этике прописано, что денег не дают за интервью таким людям, если что, и его не выставляют героем, а Собчак в своем непрофессиональном, я считаю, интервью, выставила его героем и победителем, который еще сидит и угрожает своей жертве, по сути, и самое, что страшное, говорит, я буду, он мне сказала напрямую, я буду продолжать, но о том, что я раскаюсь, раскаюсь, больше так не буду, не было такой фразы, если ты рассказываешь об этом, ты должна показать, ты журналист, ты должен показать, что это нехорошо, это отклоняется от нормы, в социуме нашем неприемлемо, так нельзя, это нарушение закона, а его перевоспитание, о изменениях, слова там нет, что он так не будет, или еще что-то, давать ему деньги, мое мнение лично, это спонсировать его, черт побери, миллион рублей ему дали, это 100 тысяч лир, 71-му летнему деду, который там же вернулся домой, в хрущевы свои, где он жил, там обычный деревенский дом, я так скажу, бедный, который, у него эго просто зашкалит, он чувствует себя суперзвездой, за него бились каналы, всякая малаховщина, чтобы его снять у себя, все ему деньги предлагали, но сообщил дала больше, к ней лично, знаете, я и восхищаюсь, одним пунктом, она очень грамотно, умеяла, раньше, не сейчас, она умела брать интервью, когда она работала на дожде, то есть, кто бы к ней не пришел, она очень умеет быстро находить фразы, колка задавать, темы поднимать, не отступает назад, ничего не боится, ну, потому что из-за ней такой бэкграунд, неудивительно, этим притягивала, как интервьюер сильный, но как человек, это такое гнилье, я вот год назад с этим столкнулась, я вам рассказывала про, там, когда меня к ней приглашали на запись передачи, про психологам давать оценку ситуации, скандалом с этой, ой, с Рудковской, и я поняла, я про много слышу других блогеров отзывов на интервью с ней и все прочее, кто как-то засветился у нее там в новостях каких-то, что это крайне вывернут так, как нужно, это еще хуже федеральных каналов, вот так скажу, к ней вопрос, у нее ничего святого нет, как говорится, да, она заработала то, что хотела, деньги и просмотры, я от нее уже давно отписалась вообще, где только можно, но интервью я это посмотрела, это и была ее цель и задача, хайпануть на этом, рекламу получить, рекламу вставить туда в ролик, я не представляю, сколько там, сколько раз он, эта реклама в этом ролике была дороже, чем обычно она продает, это на это рассчитывалось, на вот этот резонанс, на скандал, на эту грязь, но я просто, знаете, честно хочу сказать, как снято интервью некачественно, не порицание какое-то, а восхваление, и сами темы затрагивающиеся, я понимаю, что Собчак-то больная тема половых отношений, сексуальных контактов и так далее, но так это выпячивать в интервью, ну тут просто, эй, ну не показывай, то у кого что болит, тот о том и говорит, просто одна треть видео, часового, это ее вопросы на тему секса, насилие, как, а что, не было вопросов, а как вы, девушка, пережили, когда вышли на свободу оттуда, как ваша жизнь сложилась, как вы преодолели свои проблемы, вас насиловали, вашу жизнь сломали, вашу психику, это травма, как ты вообще живешь, расскажи, поделись, столько насилия в стране, в мире у нас, столько жертв, подобных, поделись секретом, что ты делала, расскажи людям, что там вообще, польза какая-то должна быть, и она сидит, его хвалит, маньяка, Собчак, ой, вы можете за ночь по три раза, о, да не все нормальные мужчины, а вам уже 70 лет, что я сейчас слышу, что ты несешь, вот у меня возникают вот эти вопросы, я считаю, что платить за интервью маньяку, нитично, это его спонсирование, законы должны быть другими, эти люди должны оставаться пожизненно, в заключении, если не в тюремном, то в каких-то центрах, либо в психиатрических клиниках, где с ними должны не работать, им просто должны помогать, просто существовать, но я считаю, что когда выходит со справкой из заключения, то что он не перевоспитался, он представляет опасность для людей вокруг, и не его надо охранять, а нас от него, и это понимаете, показная ситуация, потому что Собчак денег заплатил, это все поднялось, из-за вот этой оплаты, вся эта тема поднялась вообще, про этого маньяка, эта тема-то такая заглохшая была, кто бы, вот не было это и Собчак, кто бы не залезла, не начали каналы биться за интервью с ним, всем было наплевать, а вы подумайте, сколько их, маньяков таких, каждый день выходят из тюрем в нашей стране, это не единичный случай, этот случай подогрет резонансом, который был там 17 лет назад, 2004 году, 16, дело вот в этом, что они есть вокруг нас, и мы с вами подвержены опасности, у меня может быть это больная тема, женского насилия над женщинами, семейного домашнего насилия, всяких маньяков, педофилов и так далее, потому что я с этим практически каждый день сталкиваюсь, в своих консультациях, когда родители бьют своих детей, папы могут домогаться своих дочерей, или отчимы какие-то, это все на консультациях поднимается, моих клиенток, и просто каждый, кто к этому, скажем так, склонен и проявляет себя, в силу сложившихся обстоятельств своего психического диагноза, психиатрии, недуга, может быть таким же, как он, и мне просто страшно, я просто знаю, и, скажем так, выбор, куда это делаю, конкретно с людьми общаясь, слушая эти истории, как этого много, вы просто этого не видите, вы не знаете, сколько их в тюрьмы садят, когда доводят до этого, вот я вам пример расскажу, чуть-чуть вообще, чуточку, Таризана, это не по телеку везде вроде, не показывали по Первому каналу, я уже вроде здесь тогда жила, переехала, в деревне мои бабушки и дедушки взяли на усыновление мальчика и девочку, знаете, многие же брали в деревнях, сейчас не знаю, как насчет законов удочерения и усыновления, детей с целью того, чтобы получать за них от государства деньги, я напрямую есть, как говорю, да, выплаты, так вот, один мужчина, он насиловал девочку, несовершеннолетнюю, 8 или 9 лет ей было, около двух лет, это жена его покрывала, и у бабушки была без опеки, этих, они из неблагополучной семьи, они из детского дома были, у них была родная бабушка, которая в силу возраста и низкой пенсии, она не могла оформить опеку на своих вот этих внуков, или даже не уже ей правнуки были, я не помню, она очень старенькая была, и вот однажды бабушка забрала к себе ту внучку в гости, каким-то образом, потому что она жила в другу далеко очень, она там денег накопила, это проблема целая была, бабушка хотела общаться, но у нее, она так как бы, опека ей не отдала детей, она не могла за ними, вы поняли, да, и она об этом узнала, девочка ей рассказала, его посадили на 20 лет, насколько я помню, жена была свидетелем, потом соучастницей, про жены не помню, вроде ее тоже на 5-6 посадили, его посадили на 20 лет, но он же выйдет, понимаете, он насиловал ребенка, ты готовый педофил, это наш сосед, которого я знала с детства, когда я это все слушала, были все, конечно, в шоке, осознавать, что мое детство рядом с этим человеком проходило, я общалась с его дочерью, она чуть-чуть старше меня, наша ровесница, там в деревне все как бы между собой, да, общаются, это тот случай, когда я бы никогда не подумала, ни за что бы, а у человека в голове это было, и это расстройство определенное, это болезнь, а мне теперь вопрос, а мы, может быть, не знаем о каких-то других эпизодах, это вопрос задуматься, так что, когда ты с этим сталкиваешься в реальной, например, жизни, ты об этом и задумаешься, сколько это страшно, потому что, если это вопросы детей, дети априори не могут ответить тем, кто сильнее и старше, и, к сожалению, их никто не может защитить, наша задача с вами защитить, не только своих детей, но и чужих, когда вы видите что-то подобное, что рядом происходит. Жду ваших комментариев на эту тему, что вы вообще думаете, какие у вас размышления после этого интервью, что, пожалуйста, пишите, мы с вами будем дискутировать, обсуждать, я вот свое мнение высказала, мне просто шок. Скоро увидимся, спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok